всем привет служение снег сошел и деревья распустились и вообще сегодня уже 23 апреля учесть что я не помню даже когда последний раз мы с вами виделись это наверно было даже не вспомню сейчас нужно глянуть да последний раз масленица это как я сказал было давно даже не сказать когда она была эта масленица но тем не менее мы в прошлый раз тогда с вами и встречались это было 14 марта выложен обалдеть как долго за это время уже очень много всего произошло кстати палочка благовония остатки надо ее дожечь хотел монитор почистить вот эта вот жидкость я прям не знаю она очень хреновая потому что она всегда брызжет мимо с нее все бежит все капает я не понимаю откуда а там еще ее полная банка вот так вот потрес и из нее уже побежала вообще прям ненавижу блин прям сейчас капает пенится вон хер знает откуда пробегает вот такая фирма вот такая фирма в общем беспонтовая чистящая средства для лсд мониторов на улице у нас сегодня ждал ждал пока наступит хорошая погода но хорошая погода не наступила хотя вчера была погода отличная ну а сегодня у нас пасмурно и здесь можно заметить шкафа нет который стоял я его потому что убрал а убрал ее потому что не знаю хочется вообще диван в ту комнату перенести здесь поставить кровать и пол ламинатом заложить но это пока только хочется вот у нас идет дождик тополь уже зеленый вовсю и там куча этих зыбких штук тополь является и дождик идет так вот туча прошла оттуда сюда ушла потом новая пришла в общем как-то так но а мне сегодня вообще надо было сегодня суббота но мне надо было ехать на работу и сейчас покажу мы с вами опять же давно не виделись давно не виделись и за это время я хотел тогда влог снимать но так получилось спонтанно я купил оборудование оборудование для работы которое мне надо это в общем вот таких две сумки все в общем-то больше ничего нет они все делают за тебя да нет шучу здесь кармашки есть это спутниковые приемники south а шестьдесят восьмые вот здесь я сложил все кто добро в одну сумку кому интересно два приемника два пульта было две сумки вернее сейчас есть две сумки но они это просто я езжу с одной сумкой а вторую неохота с собой возить поэтому я перевожу все в одну сумку а так в каждой сумке лежала приемник пульт трегер адаптер зарядная кабель и адаптер питания но я перевожу ненужное то что мне не нужно в одну сумку она у меня дома а с этим набором езжу на съемки вот так вот такая вот штука у меня есть крутая между прочим штука но когда всем кто-нибудь звонит говорит нужно сделать а все некоторые звонят вот меня попросили отправили к вам обратиться что мне нужно сделать их план но для начала вы должны сделать приехать сфотографировать я говорю с какой сфотографировать может быть съемку сделать потому что при съемке все думают что сфотографировать хотя на самом деле это геодезическая съемка вот это все меняет упс темно но шкаф очутился здесь и кофе молка вчера не вытерпел купил кофемолку такую вот с керамической чашей но я ее пока еще не достал потому что во-первых у меня нет зернового кофе а во-вторых мне нельзя сейчас кофе я пока воздержусь от кофе и вообще я сижу на диете потому что все потом я лежал тут в больничке неделю целую да неделю в больнице потому что блин ну иногда бывает желание сожрать бичик потому что он вкусный но тупо сожрав бичик можно угодить в больницу короче это вообще беда у меня я ходил и на фгдс это эту херню лампочку глотал и на узи брюшной полости меня везде посылали в общем у меня гастрит поэтому я сейчас сижу на диете и ни хрена не ем ну и в больнице тоже меня кормили всякой гадостью я вот 2 апреля в больницу попался день 23 апреля я вот с этого времени ничего не ем я уже похудел на 2 килограмма это жесть какая-то и там в общем строжайшая диета ну и не то чтобы прям строжайшая одни каши и все прочее ем но там жареная печеная вернее это всякие булки свежий хлеб такое вот острое всякое я ничего не ем не помню на чем остановился если на болезни то блин дерьмо короче нужно есть всякие пюрешки паровую всякую жиротву и почти все нельзя там помидоры огурцы нельзя и все прочее но не знаю хотя бы а месяцок полечусь потому что блин следующее воскресенье уже 1 мая а как 1 мая блин ну смотря какая погода будет там шашлыки все дела должны быть я не могу просто пропустить это мероприятие если про оборудование то ждал пока сегодня будет хорошая погода потому что нужно съездить на съемки и сделать все это но вот погода меня подводит еще у меня тут растет одна фигня давно правда уже растет помидоры помидоры и они вот под такой лампой вот такой лампой это короче лампа с китая для растений типа специально но не знаю насколько и мы просто решили посмотреть я у мамы взял две два саженца вот этих и у кого больше быстрее вырастет у меня под лампой но я включаю ее в темное время суток ночью она у меня горит и когда вот так вот темно сейчас например как пасмурно и вот такие вот у меня помидоры стоят но что то они нифига мне кажется хреновенько растут но посмотрим как вырастут а еще у меня сволочь книжка электронная моя сломалась вот питание от компьютера через и прервана зарядка невозможно короче она так уже миллион дней лежит я разобрал в общем аккумулятор у меня сдох и она не заряжается книжка только работает и сайт сети включить тогда работает без аккумулятора вернее без сети не работает дико напрягает вот такие вот пирожочки кренди дочки айтюнз мюзик на которых сети на деньги положить то уже два дня приходит удобная штука включил нашел слушаешь не запариваешь ничего качать на ничем надо посмотреть джимми кар вода я дурака шестнадцатый год вчера выложено видео нужно посмотреть и посмеяться ну и буду ждать что наконец-то погода солнце нет хотя бы не обязательно солнце дождь пройдет и можно будет съездить на работу а еще нужно сходить в магаз купить хлеба курицу и вообще сегодня один хозяйничаю поэтому надо будет что нибудь прибраться потихоньку что нибудь там поделать и вот блин вот этой херней капнул на бумагу и печать у меня тут моя стояла с обратной стороны правда и все раз это разделась теперь эту бумагу только зачеркивать и в оборотке пускать в оборотке пригодится ну да ладно будем блин я не понимаю зарядил вчера весь вечер заряжался камера заряжалась три палки зарядилась и сегодня вот только сколько поснимал уже показывает две палки это прям вообще меня не радует и зимний костюм уже надо убрать отсюда потому что это о дочек посыпал ай болин сюда залетает короче дождь палил теперь уже точно никакой работы просто неохота под дождем стоять с приемником да и приемник неохота мочить кто знает хоть и пишут что там влагозащита но я не доверяя всем этим надписям и лишний раз лучше перебздить чем не добздить или не добздить чем перебздить короче пробздить чё-то там ладно чё-то ещё вот чё-то хотел вам рассказать а забыл и вообще на сегодня было очень много дел но всё помешало тот дождь и мне даже в магазин вот такую погоду вот неохота идти поэтому всё упирается в погоду столько вообще хотел сегодня сделать хотел за берёзовым соком съездить потому что на улице дичайший поводок кстати дичайший поводок у нас не знаю где вы там откуда смотрите и как у вас но здесь он просто дикий и поэтому вербит дорога вербит дорогу перетопило нужно объезжать а сколько-то километров по полю по бездорожью это жесть короче не знаю я воскресенье собираюсь в вербит а может быть засниму дорогу и поводок но это просто жесть и ещё по такой дороге люди очень медленно едут приходится всех обгонять вот вербит дорогу перетопило нужно объезжать в сейчас ещё читал вчера вечером в контакте в туринске у нас объявлен режим чс потому что у нас в несколько деревень тоже дорогу перетопило и тура стала подниматься то есть когда эрбит был затоплен тура ещё не поднялась а сейчас вроде там уница спадает а тура начинает подниматься и читал что поводок перемещается с урала на сибирь так вот мы больше мне кажется к сибири относимся чем к урал раньше по крайней мере мы были сибирской губернии губернии наверное навряд ли но мы раньше относились точно к сибири а потом стали к уралу относиться вот такие пироги так что ещё дожди снег быстро стоял дожди ещё мне кажется вода будет сильно подниматься потому что то что я позавчера был на реке и вчера то разница уже заметна может сегодня даже доедем до реки если выберемся в такую погоду на улицу пришло время обеда сажусь хавать джимми кара кстати почти досмотрел 10 минут осталось так что ну советую интересно смешно но очень много шуток про всякие плохие дела если вы не любите этого то лучше не смотреть хе-хе-хе короче пошлые шутки ну и сажусь хавать у меня сегодня картошка печёная в духовке потому что печёная написано что можно но я не знаю до такой степени печёная можно или нет и паровая котлета маленькая правда это осталось от манты манты мы делали фарш остался манты тоже делали в пароварке причём ну офигенные получились первый раз делали из фарша индейки из грудки но они блин очень сухие получились второй раз вот делали из свинины из свинины сочные вкусные и я тут на днях прикупил не выдержал всё таки прикупил себе ножичек самура харакири не выдержал но тем не менее это самый бюджетный нож и когда нибудь надеюсь я приобрету ещё себе парочку ножей таких потому что нож в принципе офигенный да мне нравится и я даже участвую у самуры в конкурсе в инстаграме там возможность выиграть топорик чуть в камеру не уронил и либо набор столовых приборов ну и всё сажусь кушать и сейчас у меня только есть соусов потому что картошечка она будет суховата и соусов у меня только можно хавать мне сметану это единственное что можно всякие кетчупы майонезы ничего вообще нельзя а блин стол трясётся и камера вместе с ним трясётся лучше бы в руке держал поэтому только сметана моё сейчас всё но на есть скоро всё пройдёт и можно будет жрать нахрен всё потому что меня уже не могу просто вот так вот всякой фигой питаться ладно всем может быть потестим всё немножечко на чём-нибудь не знаю на чём правда но может потестим всё всем если вдруг кушать приятного аппетита я пошёл есть и здесь я смотрю скачал фильм стукач со скалой фильм правда старенький какой-то там 12 или какой год ну не знаю точно но тем не менее решил посмотреть уже посмотрел пока это киев даёт красота спектра посмотрел и Стива Джобса который вот в пятнадцатом году последний вышел ну нормальный фильм я не знаю как критиковать фильмы я не особо шарю либо говно фильм либо нормально можно смотреть я не какой-то там великий критик на улице по-прежнему дождь идти в магазин пешком получается неохота хотя идти до него двести метров но за одним решил съездить до реки потому что сейчас вот на Е1 прочитал что уровень воды в реке в окрестностях Туринска приближается критической отметке введён режим ЧС у нас получается всего на территории Туринского округа подтоплено 19 дворов 37 жителей домов отказались от эвакуации однако из-за паводка под угрозой подтопления ещё 8 сёл и деревень так что вот такие вот пироги друзья и хочу съездить до реки посмотреть насколько как там получилось потому что пишут что уровень воды в реке продолжает прибывать за сутки он вырос на 43 см достигнув 652 см это получается 6 с половиной метров и прогнозируется ещё и дальнейшее повышение поэтому сейчас оденусь соберусь и поеду до реки посмотреть ну что сказать река действительно поднялась по сравнению с тем что даже я был вчера здесь то есть вот всё это дело выглядит так вот сзади меня поднялась река а вот там сзади дорога выходит то есть вот дорога идёт и вот сюда доходит вчера я ещё доезжал чтобы видно было мне вот там за кустами знак кирпич но сегодня уже до туда и не доехать где-то высоко в небе самолет я слышал там ну вот как-то так прибывает ну а до этого тура вообще была вот туда вот за поворот и там ещё короче дофига до реки но сегодня она уже здесь вот 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 так вот такой вот поводок все деревья всё стоит в воде но это на данный момент хотя бы меньше того что вербите сейчас вербитском районе потому что там там вообще жесть творится ну и моя машинка вот так моя машинка здесь новая наклейка Туринск здесь я уже практически в воду заехал даже вот на улице прохладненько тут по моему они знак установили не помню был он или нет что обрыв того я не помню вчера когда приезжал так вот и тут уже ещё чуть-чуть ну хотя бы насколько чуть-чуть чтобы до вот таких вот домов поднялось так достаточно много потому что тут высоковато хотя ещё много вот она вода уже вот она стоит здесь вода вот она вот здесь есть еще чуть-чуть такими темпами и просто до домов подойдет у нас у меня тут небольшой стек возник ну как стек просто поугарать почему то через Google Chrome у меня не получается зайти в интернет ну и как не получается что вон тупиться за чем страницы не открываются посмотрел через интернет экспорт все нормально думаю ладно через мазилу зайду мазилу фарфокс по сути же ну сколько мне известно это янды блин ну да браузер от яндекса захотел зайти ну вконтакте зашел все пострял захотел зайти на яндекс маркет до этого зайти на сайт яндекса ввожу в строку сайт яндекса и он мне пишет это соединение является недостоверным вы попросили фарфокс установить защищенное соединение с яндекс но мы не можем гарантировать что это соединяет соединение является защищенным это смешно браузер от яндекса считает небезопасным соединение с яндекс.ру ну куда уж там деваться будем дополнять без включения браузер от яндекса сайт яндекса я не выдержал уж сегодня 22 число 23 даже это какое там 20 дней с лишним без кофе без всего я просто уже не выдержал и раз купил эту кофемолку то решил прикупить кофе в зернах ах этот звук зерен и прям вообще просто дичайший аромат который просто офигенный аромат не сравнится даже с тем что покупаешь нерастворимый а молотый кофе даже с ним не сравнится потому что он офигенный сегодня буду молоть и прочитал что можно ну когда нету этих каких ну нет обострения то можно по одной две чашечки в день причем не крепкий а такой так что попьем сегодня кофе вот не знаю насколько видно но вот столько вот молотого кофе получилось с двух ложек зерен и помол чуть ли не пыль такая мне такой помол не особо нравится мне нравится когда больше он покрупнее такой средний размер оттуда совсем маленький уже ну будем заваривать и пробовать кофе заварен здесь уже упаковка от него стоит и можно одну две небольших чашечки говорили они ну это по крайней мере так написано небольших чашечки да вы прикалываетесь такие небольших кстати кружка старбаксовская это тогда с нашей поездки в Питер ездили решил прикупить а потом он и в Йобурге открылся открылся один второй пошел поехал а когда его не было оно было как то грубо говоря так изысканно а когда он есть да нафиг он нужен вот ну кружка на 473 миллилитра вот такая вот огромная и она полная кофе ну и 473 это внизу написано и сейчас будем пробовать его вернее буду пробовать потому что я один дома осленной только переписываюсь по телефону вот и нужно будет бы спать собираться ложиться время 5 минут 12 так что давайте будем с вами на этом прощаться я буду допивать свой кофе переписывать сцены и тоже собираться спать ну хотя я раньше часто точно не лягу но тем не менее ладно вам спасибо за просмотры мы надо чаще бы встречаться потому что ну не получается и если вы впервые то подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх и оставляйте комментарии все до скорых встреч пока